Чем отличается чугунная каминная топка от стальной? Какую выбрать? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь в магазине Форнакс. И недавно на нашей канале вышел ролик, в котором мы сравнивали, чем отличается один настоящий печь камин от каминной топки. И вы начали нам задавать уточняющие вопросы. Один из них звучал так. Чем отличается чугунная каминная топка от стальной? Какую выбрать? Александр, вновь вопрос вам, как главному специалисту по каминным топкам. Добрый день! Ну, все просто. Если устанавливаете камин в загородный дом и нет никакого дополнительного источника отопления, будете камина отопливаться, желательно выбирать каминную топку чугунную. То есть ресурс утопок чугунных большой, плюс аккумулирующий эффект у них, плюс еще ряд показателей, по которым желательно для такой цели выбирать чугунную топку. С другой стороны, если, допустим, чугунная топка не устраивает по каким-то параметрам, по внешнему виду или по размерам, потому что большие топки размеров, типы размеров, бывают в основном стальные, тогда ставьте стальную топку. И стальной топкой надо просто пользоваться более, так скажем, аккуратно, чем чугунной. То есть не надо перекаливать ее. Положили там 2-3 лесинки, прогорели, грубо говоря, подкиньте еще по такому принципу, тогда надо будет ей пользоваться. Саш, но стальные топки тоже бывают футерованные. Они дополнительно защищаются либо литьевым шамотом, либо вермикулитом. На ресурс это как-то влияет? Ну, они практически все топки стальные защищены теплоизоляционным материалом. Они, конечно, в районе топки не прогорают. Но основная проблема может возникнуть вверху, где дымосборник, где шибер встроен, особенно если он металлическое исполнение. То есть вот в этом смысле может шиберок переклинить или там еще какие-то вот вверху. Если чугунная задвижка, естественно, она не так подвержена деформации, как стальная задвижка. Поэтому, конечно, вот такой топки меньше проблем. Но как бы надо находить, чтобы эффект получали тот, который хотите. И плюс, чтобы аппарат работал долго и надежно, так скажем, без поломок. То есть тут чисто конструктивные нюансы могут возникнуть. Тем более, вы когда камин зашьете, у вас уже топка будет внутри. Тогда подхода особо никакого не будет. Поэтому, конечно, все-таки стальной топкой желательно пользоваться в щадящем режиме. Ну, в умеренном, не щадящем. В умеренном, да, в умеренном, да, да. Они, честно говоря, и чугунные топки-то... Есть топки, у которых производитель заявляет, которые можно круглосуточно топить. А есть топки, которые можно топить там несколько часов там в интенсивном режиме. А потом она должна немножко разгружаться. То есть это надо все смотреть по конкретной топке там, по паспорту. Еще один вопрос, который вы наверняка нам зададите, а мы его предвосхитим. Размеры дверец у каминных топок, изготовленных из чугуна или из стали. Они как-то отличаются? Ну да, конечно, отличаются. В основном средних размеров, ну, так скажем, 600-х, 700-х, 800-х размеров топки бывают и стальные, и чугунные. Что касается больших топок, особенно вот панорамного вида там или углового исполнения, то в основном топки уже идут стальные. Потому что, ну, чисто конструктивно сложно изготовить чугунную топку такого размера. Плюс, если будут подъемные механизмы, чтобы немножко облегчить вот эти все механизмы, и поэтому они изготавливаются стальными. Ну, то есть, даже если где-то в природе существует каминная топка, изготовленная из чугуна с большим панорамным стеклом, то это, ну, настолько такая экзотика, да? Да, конечно, все верно. Ну, большое понятие относительно. Допустим, ну, до метра, вот я так думаю, наверное, чугунные топки есть, ну, редкие. А если большие, то уже, наверное, вряд ли. Потому что, если особенно еще взять подъемный механизм, большая дверка чугунная, это же надо ставить механизм подъемный, уже не тросовый, а цепной. Это будет шум подъема, не будет такой плавности. Смысл вот этой всей большой такой дизайнерской топки, он нарушится. Поэтому лучше, да, делают в основном стальные топки большие. Саш, я напомню нашим зрителям, что наша компания активно работает с дизайнерами интерьеров. Очень много с ними ты общаешься лично. Скажи, пожалуйста, вот с их точки зрения, есть отличия между стальной топкой и чугунной? В основном, как бы, в проекты свои закладывают стальные топки дизайнеры, потому что универсализм топки стальной позволяет ее вписать практически в любой дизайн. То есть у чугунных топок, конечно, нет такого разнообразия, как все-таки у стальных топок. Итак, друзья, ответ прост. Если вы планируете с помощью каминной топки отапливать свое жилище, причем делать это постоянно, довольно часто, конечно, вам наверняка стоит обратить внимание на чугунные топки. Если же на первом месте для вас стоит дизайн интерьера, дизайн вашей гостиной или каминного зала, стальные топки – это то, на что в первую очередь нужно обратить внимание. Я правильно понимаю? Да, совершенно верно. Ну, друзья, а кому обращаться за подбором топок, я думаю, вы уже знаете. Добро пожаловать в магазины Форнакс. Заходите на сайт форнакс.ру. Там огромный выбор стальных и чугунных топок. Приходите к нам в гости в наши магазины со своими дизайнерами, которые вам разрабатывают интерьер, и вместе с ними мы найдем для вас идеальное решение. Ну, а на сегодня мы с Александром с вами прощаемся. Счастливо! Ждем вас. Всего доброго.